Ребята, всем привет! Сегодня будет небольшой анбоксинг шоссейного седла от компании Prologo. Если честно, я думал, обёртка будет более дорогой. Ну, как есть. Итак, открываем. Взял полностью чёрное, чтобы было меньше видно грязи и потертости вот в этой части. У меня сейчас седло предыдущее, оно именно светлое, и оно вот в этих местах, где потёрлось. То есть, а тут как бы всё чёрное, и мало что будет видно. Итак, седло от компании Prologo. Модель Zero 2 Past Tirox, цвет Hard Black. Что означает все эти слова? Ну, Hard Black, то, что он полностью чёрный, матовый. Zero 2, это означает то, что оно ровное. И с минимальными скосами в бок. Паз означает вот этот паз, да? По-русски паз, вот в этом месте, чтобы уменьшить давление в мягких местах. Ну, и Tirox, это рельсы. Вот тут название рельсы Tirox. Есть у них, у Prologo рельсы ещё дешевле, но они чуть тяжелее. Эти полегче. Ну, типа, для авиации применяются. Ну, не знаю, насколько это всё, как говорится, имеет отношение к каким-то плюсам данных рельс. Да, какие плюсы будут иметь, не знаю. Лучше этих дальше идут уже NEC, то есть из карбона. В общем, тут обозначение, как именно крепить рельсы на зажимах. Вот, как быть должно, как быть не должно. Ну, как гарантийный талон, скорее всего. Вообще, очень долго выбирал, какое седло выбрать. И в итоге остановился на бренде Prologo из Италии. Почему? Потому что он больше всего применяется у велосипедистов. Ну, в про-уровне, так скажем, да. Поэтому решил просто не рисковать, не брать от других. Решил от Prologo взять. А по поводу именно какой формы взять. Форм очень много, выбор очень много у Prologo. Я просто оставлю ссылку в описании, где именно у Prologo есть вся таблица, для каких видов катания используется. И какие виды моделей. То есть, от эндуро до триатлона. Вот, просто выбираешь, какой тебе подходит. Выбираешь размер. В принципе, и всё на этом. Угу. Небольшой косячок вот уже, да. То есть, я ещё... Я ещё даже на нём не катался, но уже есть. Чем-то острым проткнули вот эту часть. Из-за этого я его обратно отправлять не буду, чтобы не терять время. Да и непонятно, какой бред оно в следующий раз. Вот так выглядит велосипед. Со старым седлом. То есть, это оригинальное седло. Бордман. Вот как раз вот эти потертости, которые появляются. Царапины такие небольшие. Вот тут сбоку. Тут вот. Ну... Самый, конечно, большой минус данного седла, то, что он у меня отломился вот в этой части. Сейчас я его сниму и всё покажу. Так, а вот у нас как раз на свет вот так покажу. Вот у нас и разлом как раз. Седло. 292. Старое седло. Ну и 222 новое седло. По габаритам можно даже вот посмотреть. То есть, по габаритам, да? Новое поуже. Вот так, если даже поставить. Новое поуже. Тут сзади хвостик. Ну, совсем чуть-чуть, так скажем, поуже. Не так сильно. По высоте. В принципе, даже одинаковый, одинаковый у них профиль. Сбоку, если даже вот смотреть. Просто у нового получается, у нового профиль, профиль такой, спереди, да? У этого полностью прямой, у этого со скосом. Ну, и задняя часть. Задняя часть. Какая у нового. Какая у старого. То есть, вот эта часть в основном давила. Поэтому я выбрал именно без нее. Вот. Посмотрим, насколько это поможет. И что я могу сказать? О таком виде мне почему-то нравится больше. Или потому что я не привык. Или потому что очень такой контраст интересный. Тут все черное и выливается в белое. Визуально седло стало меньше. Вот эта прорезь тоже дает визуально уменьшение. То, что у велосипеда седло совсем стало маленькое. Велосипед как будто сам стал большим. Потихонечку продолжается такой апгрейд велосипеда. Ну, сами можете посмотреть. Седло вообще стало малюсенькое. Всего лишь 134 в ширину. И уже кажется, что подседельный штырь какой-то уже большой. Ну, ладно, буду катать, смотреть, насколько вот эти все нововведения помогут преодолевать больше дистанции и с большим комфортом. Обо всех своих мнениях о том, как чувствует пятая точка на данном седле. Будут, конечно же, уже через месяц, покатав километров 200, 300, 400, может быть, когда уже полную оценку смогут дать. Поэтому всем спасибо за внимание, ребята. Если есть вопросы, пишите в комментариях. Всем пока.